Этот случай уже стал легендой и примером настоящего героизма. Рискуя жизнью, старший матрос Влад Бувалкин вернулся на заминированный пункт пропуска Должанский, чтобы не оставить врагу украинский флаг. Ну что там много еще? Ну что, все? Отходим! Точно все! Все, отходим, отходим! Твою мать! Ты куда? Стой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали! Я приглашаю в эту студию человека, который рискует собственной жизнью, спас украинский флаг. Встречайте! В нашей студии старший матрос Влад Бухалтер. Влад, зачем вернулись за флагом? В последний момент я просто вспомнил про флаг, ну и как бы не хотелось оставлять его на поругание, потому что я видел по интернету, что делают с нашими флагами, вот. Ну поэтому пришлось вернуться и забрать. Так важно это для вас? Я имею в виду флаг. Да, флаг это было важно, потому что флаг... Важнее, чем жизнь? Ну, я об этом не думал тогда. Флаг, это был как символ, то есть символ нашего присутствия, символ нашей стойкости, потому что каждый раз, когда заканчивался очередной обстрел, я как бы, ну, выглядывал своего укрытия, ну и мне было приятно видеть, что флаг, он все еще висит, пускай уже такой в пробоинах, это стойка, вот. Ну, он висит, это значит, что мы жили и мы продолжаем удерживать свои позиции. Поэтому для меня лично это был символ, символ, то есть нашего присутствия. Сохранился флаг? Да, флаг сохранился. Я вынесу его на грабину с собой, и флаг еще здесь. У нас есть возможность показать эмоции Влада, которые сохранились на видео сразу после этого события. Поздравляю. Мы вырвались. Мы вырвались в пояс, и мы оружием, и это замер. Тогда чувствовал вот гордость именно, что, ну, как считается, что если подразделение сохранило оружие, и сохранило знамя, значит, оно достойно вступило. Первое, что я сделал, это я набрал номер и позвонил сыну. Слезы навернулись на глаза, то есть я за два месяца впервые поговорил с сыном. Вот я бы хотел рассказать историю, которая тоже связана с этим флагом. Получается, история связана с человеком, но с которым я, как говорится, плечом к плечу находился там на Должанске. То есть его зовут Юра, позывной Юрза. Мы периодически дежурили на этой вышке для того, чтобы определить, то есть место, откуда производятся пуски, то есть установок град. То есть мы пытались засечь, откуда ведется огонь. И получилось так, что как раз Юрза дежурил на этой вышке с радиостанции, и он видит залп Града, видит, что он идет в нашу сторону, получается. Он успевает передать по радиостанции, значит, что по нам пошел залп Града, но спуститься с вышки он уже не успевает. И получается, вот снаряды прямо, то есть, понятно, мы все укрылись, значит, и он остался один на этой вышке под этим флагом. То есть ракеты, Грады рвутся внизу, он сидит на этой вышке, то есть, ну, получается, вместе с этим флагом, вот, то есть он просидел там полностью обстрел. Он остался в живых? Да, он остался в живых, то есть, слава богу, нормально. Влад, вы старший матрос. Да. А как оказались в Должанском? Это ведь сухопутное подразделение. Да, то есть, добровольно пришел в военкомат, то есть, хотел быть полезен, но в своей стране, так сказать, в трудную минуту. А как ваши родные, ваш отец, ваши братья отнеслись к вашему решению? Два моих брата, они добровольно тоже вступили в ряды вооруженных сил, сейчас проходят службу в зоне АТО на передовой. Продолжение следует...